Политиков познакомили со стройкой века. Фотовыставка «Русская Арктика» открылась в здании правительства Челябинской области. На снимках запечатлен масштабный проект строительства в Заполярье завода по производству сжиженного газа. Егор Хвисюк покажет головокружительные кадры и расскажет, сколько на этой стройке заработают южноуральские предприятия. Конструкция на фото больше похожа на многоэтажный дом. Но это буровая установка «Арктика». Разработана специально для работы в условиях Крайнего Севера и Заполярья. Рядом изображение огромного резервуара. Он предназначен для хранения природного сжиженного газа. Все эти фото – часть одной экспозиции. Она рассказывает о масштабном проекте, который уже сейчас называют «Стройкой века». Это огромный завод по производству сжиженного природного газа. Выставка разместилась в здании правительства области. Так что ее зрители – вип-персоны региона, политики и бизнесмены. Я не только смотря на фотографии чувствую и ощущаю грандиозность этого проекта. Я много почитал про него, много информации сегодня выложено в СМИ, в интернете. Но, конечно, это впечатляет. Фотовыставка «Русская Арктика» в Челябинске организована компанией «Новотек Челябинск». На экспозиции представлены лучшие снимки российских и зарубежных фотокорреспондентов со строительной площадки проекта «Ямал-СПГ». Производить сжиженный природный газ будут в Ямало-Ненецком автономном округе, близ Обской губы. Строительство проекта компания «Новотек» начала буквально с нуля. За несколько лет в Заполярье отстроили морской порт, аэропорт, поселок для персонала. И уже начали строительство самого завода. Цель этой выставки – это показать те условия, в которых добывается газ, те места, в которых происходит стройка. Это сложные географические условия, сложные климатические условия, но эти проекты строятся, и в 2017 году будет уже запущена первая очередь этого завода. Всего в создании завода участвуют более 650 российских предприятий. Среди них есть и пять южноуральских. Челябинский трубопрокатный завод, трубодеталь, завод златоустовских металлоконструкций, Копейский завод соединительной отводы трубопроводов, а также МИАСКИ ПОЖАВТО. Данный проект позволяет сделать загрузку и дать заказы серьезному количеству компаний в нашем регионе. Проекты такого уровня, они дают толчок и импульс развития не только там, где они создаются, но и в той цепочке смежников, как раньше это называлось, по всей стране. Всего южноуральские производители заработают на поставках своей продукции в проект Ямал-СПГ около полутора миллиардов рублей. Егор Хвисюк, Артем Большаков, ОТВ.